В спортивной школе ИКАР начались летние сборы. Они пришли на смену прежним спортивным лагерям. Легкоатлетка спортивной школы ИКАР Мария Девяткина показала свою силу и скорость на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. В Касимове Рязанской области прошел второй этап чемпионата и первенство по автокроссу выше Радуги. В соревнованиях приняли участие саровские спортсмены и секции автоспорта. Радость побед и горечь поражений, медали, дипломы и кубки, поездки в другие города и матчи на площадках родного Сарова. Этот тренировочный год оказался насыщенным для спортсменов ИКАРа, но и летом они не расслабляются. Каждый будний день под руководством тренеров они совершенствуют мастерство. Занимаемся полностью ОФП, растяжкой, подкачкой, предметной подготовкой, хореографией, в общем абсолютно все, что нужно для гимнасток. Также ходим в бассейн. Одна из самых маленьких спортсменок на сборах – 7-летняя Вера, воспитанница отделения художественной гимнастики. Девочка занимается этим видом спорта два года, за это время успела стать призером городских соревнований. Чем тебе гимнастика нравится? Что там можно научиться делать правильные прыжки, научиться вставать на всякие там мостики, перевороты делать, научиться делать растяжку хорошую. Наравне со всеми на ИКАРе занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, ничем не уступая своим сверстникам. Для них на ИКАРе на отделении плавания работает программа адаптивной физической культуры, где тренирует Эдуард Вешкин. Во время тренировочного года занятия проходят в бассейне, а летом можно выйти на стадион. Сборы – нормально, в принципе, нагрузки, конечно, физические есть, но для подготовки к соревнованиям самое то. Летом спортивных соревнований мало, горячая пора, пожалуй, только для футболистов. Для всех остальных это возможность улучшить результат и отработать технику, а для кого-то шанс попробовать себя в новом виде спорта. София присоединилась к воспитанникам отделения бокса неделю назад, пока на тренировках она единственная девочка. Отжимаюсь, делаю приседания, в стойке стою, бью руками. Единственная девочка, не страшно, что ли мальчик? Так он. Сейчас боксеры готовятся к выезду на соревнования в Москву в конце июня. Практически это единственные летние соревнования для борцов. Летом они улучшают физические навыки, уделяют внимание и умственной подготовке. Боксеры – это в первую очередь не груда, мышцы, а умение, так скажем, мозга должен быть настолько развит, чтобы быстро оценивал ситуацию в ринге. И поэтому нам приходится развивать внимание, то есть память, быструю память. Вот в шахматы и в шашки играем. Последним пунктом нашего путешествия по Икару стал стадион «Юниор», где тренировались акробаты и баскетболисты. Мы занимаемся просто тренировкой, в основном по общей физической подготовке. Тренировки на стадионе, после этого зал. В этом сезоне мы съездили на товарищескую игру в «Разамас», провели эту игру очень хорошо. Все парни были молодцы, все были заряжены на эту игру. Выдали свой максимум, я бы сказал. Также был городской турнир, провели тоже успешно на четвертом месте среди мужчин. Это очень хороший результат, я считаю, для нашей команды. После полудня юных спортсменов ждал горячий обед. Летние сборные «Кари» продлятся до 25 августа. Всего предусмотрено три смены. Более 800 атлетов из 14 регионов по Волжье продемонстрировали свою силу и скорость в гонке за золото на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике в Чебоксарах. На соревнованиях были разные дистанции от 200 метров до 3 километров, а также различные дисциплины – метания, прыжки, пробеги и кроссы. Легкая атлетка спортивной школы «Экар» Мария Девяткина дважды поднялась на верхнюю ступень педестала почета, став лучшей на дистанциях 200 и 400 метров и привезла в Саров две золотые медали. Я выходила на старт в качестве контрольной тренировки, мы с тренером не задумывали вообще насчет места. Нам было главное показать время, на которое я сейчас готова. И я очень ему благодарна, что я в этом сезоне уже начинаю показывать относительно хорошее время. Сейчас подобного рода забеги для Марии – это способ проверить свои силы и возможности, подобрать нужные технику и тактику, а также посоревноваться с другими сильными спортсменами перед главным стартом – первенством в России по легкой атлетике. Соревнование для Марии – самая лучшая тренировка, которую выявляют ее сильные и слабые стороны. 54-98 я пробежала. Я просто уже как года три не могла выбежать из 55 секунд, а в этом году я наконец-то уже два старта подряд слышу эти заветные 54 секунды. И это все благодаря моему тренеру Алексею Юрьевичу Колганову. Он делает очень правильный план, очень хорошо подвозит к стартам и, соответственно, моральная поддержка от него тоже большую роль играет. За годы спортивной деятельности Мария стала более спокойно относиться к победам и медалям. Сейчас она не гонится за местом. Главное для нее – обогнать себя и показать результаты лучше своих предыдущих. Мастер-класс по прыжкам на батуте в спортивной школе «Икар» начался с разминки и специальных разогревающих упражнений. А после ребята с удовольствием приступили к самой ожидаемой части занятия. Под руководством тренера они выполняли начальные элементы и учились техники прыжков на батуте и двойной мини-трампе. Узнали, как правильно прыгать и приземляться на батуте, как остановиться, как держать свое тело и выполнять прыжок с группировкой. Помимо тренировки дети поиграли в подвижные игры на ловкость и внимательность. Мне все понравилось, особенно когда мы тут на батутах прыгали. Вот все понравилось. Мне понравилось все. Но вот эта вот полоса препятствий немножко была сложной. А так я… Ну, очень мне понравилось. У вас получалось? Ну, конечно, да. Да, очень. Хорошо и я похвалили, в принципе. В этом году проект «На старте» стал победителем городского конкурса молодежных проектов и инициатив «Саров молодежь». «На старте» дает возможность семьям с детьми от 6 лет познакомиться с различными направлениями спорта посредством бесплатных спортивных мастер-классов, попробовать себя в том или ином виде спорта, узнать специфику занятий, физической подготовки и просто активно провести досуг, может, как ребенок, так и взрослый. Зачастую семьи как бы хотят вроде бы ребенка записать в секцию, но не знают в какую, как это будет, какие тренеры будут, как проходят занятия. Все это настолько абстрактно. А когда ты имеешь возможность посмотреть это вживую, это очень привлекает. Ты приходишь и ты видишь, как это происходит, видишь, как работает тренер. В рамках проекта уже прошли мастер-классы по настольному теннису, лыжам, пулевой стрельбе, спортивным баллентанцам и фитнесу. До сентября организаторы планируют провести еще несколько занятий по футболу, плаванию и бадминтону. Сегодня я впервые посетила это место вместе со своим сыном. Нам очень понравилось, конечно. Конечно, ребенок доволен, напрыгался, набегался. Безусловно, это в первую очередь полезно для здоровья каждого ребенка посещать. Не обязательно, возможно, батутный центр, но все виды занятий спортом очень полезны. Узнать расписание занятий можно на сайте молодежного центра или в группе ВКонтакте, а также по телефону 99 112. Сергей Убелякову 16. Уже два года он занимается в секции автоспорта Центра внешкольной работы. Начинал учиться ездить на шестерках и копейках. В этом году дорос до баги и начал ездить с тренерами и ребятами из клуба на соревнования. В июне за рулем своего гоночного автомобиля Сергей завоевал серебро – первенство по автокроссу выше «Радуги» в Касимове. Проезжали мы достаточно длинную дистанцию, которая занимала почти семь кругов. Впечатлений было куча на самом деле. Вся эта атмосфера, которая возлагается на тебя, дает очень яркие эмоции и незабываемые воспоминания. Для Виталия Дородного соревнования в Касимове были первыми. Юноша не занял призового места, однако это его не расстроило. Самые главные соревнования у него еще впереди. Виталий – один из ветеранов секции и занимается с 11 лет. В этом году ему доверили управление спортивным автомобилем. Как на обычной машине у нас коробка механика, три педали. Трогаться все так же, только на соревнованиях по-другому нужно быстрее. Ездим, по сути, как на обычных машинах, на тренировках, но все равно приходится прибавлять где-то. Чтобы это спортивная машина, и нужно на ней не просто кататься, а ездить и добиваться каких-то целей. Помимо правильной и безопасной езды, ребят учат обслуживать автомобили, менять детали, проверять жидкости. На трассе рядом с гонщиком нет папы или мамы, рассчитывать приходится на себя. К тому же эти навыки пригодятся потом, во взрослой жизни. Чтобы ухаживать за машинами, двигатель как устроен, учится водить. Раньше все умели водить, а тогда, помню, первый раз все с первого раза не тронулись. Но все равно волнение было, когда первый раз сели. Но так сейчас уже все нормально, все уже быстро ездит. Большое внимание в секции автоспорта уделяют безопасности. У каждого водителя баги специальный огнеупорный костюм. Бывает, что машины вылетают с трассы, но благодаря соблюдению всех требований, ребята отделываются легкими ушибами. Автоспорт – самый безопасный вид спорта. То есть они все едут в машине, безопасность у нас как бы на гонке превыше всего. То есть они обязательно пристеркнуты ремнями, в шлемах. Везде каркас безопасности. То есть они полностью, это металлические трубы, у них все там закрывают. Сейчас юные гонщики вместе с педагогами Андреем Антроповым и Виктором Комаровым готовятся к соревнованиям в Арзамасе. Валиться в дружный коллектив секции и познать все тайны автомобилей могут ребята от 12 до 17 лет. Справки по телефону 98103 и на интернет-портале Навигатор 52.